Сила земного притяжения вызывает падение яблок, ускоренное движение воды, снежный обвал. Под действием Земли скорость движения Луны также изменяется. Луна движется с центростремительным ускорением. Гениальный английский ученый Исаак Ньютон предположил, что не только на предметы, находящиеся на Земле, но и на все тела Вселенной действует сила одной и той же природы, сила тяготения. Он установил, что сила тяготения должна зависеть от масс взаимодействующих тел и от расстояния между ними. Притягиваются друг к другу не только звезды и планеты, но и любые тела. Небольшие тела притягиваются друг к другу с очень малыми силами, поэтому притяжение двух таких тел наблюдать трудно. В московском планетарии находится гравископ, чувствительная установка, на которой можно наблюдать притяжение двух небольших тел. Гравископ вмонтирован в колонну. Она опирается на прочный фундамент. На тонкой иридиевой нити подвешен металлический цилиндр из немагнитного материала. Цилиндр огражден от случайных воздействий стеклянной трубкой. Вы увидите опыт, демонстрирующий притяжение двух небольших тел. Подведем массивный шар и проследим за поведением цилиндра. Обычно опыт длится 25 минут, так как сила притяжения, действующая на цилиндр, очень мала, и цилиндр движется с малым ускорением. Средствами кино сближение цилиндра и шара можно показать за несколько секунд. Мы наблюдали взаимное притяжение двух тел. Английский ученый Генри Кевендиш в 1798 году измерил силу притяжения двух тел и определил значение постоянной тяготения. Во время опыта Кевендиш пользовался крутильными весами. К горизонтальному коромыслу весов на двух стержнях были прикреплены два свинцовых шара М1 и М2. Под коромыслом к неподвижной головке была прикреплена тонкая проволока, несущая легкий стержень, на концах которого находились два небольших свинцовых шарика М1 и М2. В опыте Кевендиша каждый большой шар имел массу в 158 килограммов. Каждый маленький шар 730 граммов. Чтобы лучше проследить за опытом, посмотрим на установку сверху. Поворачивая коромысло, Кевендиш приближал большие шары к маленьким. Маленькие шары притягивались к большим шарам. Зная упругие свойства проволоки, на которой висели маленькие шарики, и угол поворота стержня, можно было измерить силу притяжения и отсюда определить значение постоянной тяготения. Генри Кевендиш, впервые проделавший этот опыт, назвал его взвешиванием Земли. В самом деле, если в формулу закона всемирного тяготения ввести массу какого-нибудь тела, и величину силы, с которой это тело притягивается к Земле, расстояние от тела до центра Земли и гравитационную постоянную, то можно вычислить массу Земли. Опыт, который вы сейчас увидите, подтверждает закон независимости действия силы тяжести. Используя возможности кино, мы сможем увеличить время наблюдения. Эти шары одновременно начнут свое движение. При ударе по стальной полосе один из шаров начинает падать отвесно, а другой приобретает горизонтально направленную скорость. Остановим движение шариков. Оказалось, что они прошли одинаковое расстояние по вертикали за одно и то же время. Ускорение, сообщаемое силой тяжести, не зависит от направления движения тел. При свободном падении лифта гиря не натягивает пружину. Когда тела движутся только под действием силы тяжести, они находятся в состоянии невесомости. Также и человек испытывает состояние невесомости, когда самолет летит с ускорением, равным по величине и направлению ускорению свободного падения. Рассмотрим траектории тел, которые движутся в поле тяготения Земли. Отчего зависит форма траектории полета космических кораблей? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к опыту. На этой установке электромагнит создает поле, сходное с полем тяготения Земли. Установка состоит из электромагнита и желоба, по которому скатывается шарик. Если скорость шарика направлена строго к полюсу магнита, то шарик движется по прямой, подобно свободно падающему телу. Установим желоб так, чтобы скорость шарика не была направлена к полюсу, и пустим шарик с определенной высоты. Шарик движется по траектории, близкой к круговой. Если спутник запустить с первой космической скоростью, то он также будет двигаться по круговой орбите вокруг Земли. Если увеличить скорость шарика, подняв его выше, то он движется по эллипсу. Искусственные спутники Земли будут описывать эллиптические траектории при начальных скоростях более 8 километров в секунду и менее 11,2 километров в секунду. Если скорость шарика сделать еще больше, то он будет двигаться по параболе. Космическим кораблям сообщается вторая космическая скорость в случае, если они должны лететь к другим планетам Солнечной системы, то есть стать спутниками Солнца. На земные тела действуют силы тяготения со стороны других планет и Солнца. Особенно ощутимо притяжение со стороны ближайшего к нам спутника Луны. Оно хорошо заметно у морских берегов. Дважды в сутки вода уходит от берегов. А спустя примерно 6 часов возвращается. Да кое-где так стремительно, что даже реки в усть их поворачивают вспять. Люди много веков не могли понять причину этих явлений. Теперь мы знаем. Эта Луна притягивает к себе воду так, что она приподнимается, вспучивается горбом. Но почему же приливы и отливы бывают дважды в сутки? Ведь Луна за это время проходит над морем только один. Луна сообщает разное ускорение твердой оболочки Земли и массам воды. Масса воды, находящаяся со стороны Луны, опережают твердую оболочку Земли. А масса воды, находящаяся на противоположной стороне Земли, отстают от твердой оболочки. Поэтому образуются два водяных горба. Передвигаясь по планете, эти горбы и вызывают приливы и отливы. Причем не только в морях, но и в атмосфере, и на суше. Москва, например, дважды в сутки поднимается и опускается на 30 с лишним сантиметров. Только не так энергично, как на этом рисунке. А очень медленно и плавно, со скоростью около миллиметра в минуту. Совершенно незаметно для нас. Океан. Давно родилась у людей мечта о покорении энергии воды, поднятой приливом. Но до недавнего времени лишь эти приливные мельницы на берегах Ла-Манша использовали ничтожнейшую часть энергии океана. В 1963 году на побережье Баренцево моря, недалеко от Мурманска, началось строительство первой в нашей стране экспериментальной приливной электростанции. Сначала построили блок станции в сухом котловане. Затем наполнили котлован водой. Всплывший блок станции вывели из котлована в день высокой приливной волны и отбуксировали в губу кислую, где его установили на подготовленное песчано-гравийное основание. Схема работы приливной станции проста. В районе высокого прилива плотина отгораживает залив от моря. Во время прилива вода вращает турбины электростанции, и она дает электроэнергию. Когда уровень воды в заливе и море выравнивается, турбины останавливаются. Но с началом отлива вода устремляется из залива в море, и турбины снова начинают работу. Теперь океан отдает свою энергию человеку, и турбины приливной электростанции вращает Луна. Люди учитывают закон всемирного тяготения не только при строительстве приливных электростанций. Сила тяготения в разных точках Земли зависит от плотности залегающих в данном месте пород. В плавучей лаборатории Института физики Земли есть приборы, с помощью которых изменение ускорения свободного падения можно измерить с большой точностью. Этим занимаются гравиметристы. Сейчас корабль идет курсом параллельным экватору, и приборы показывают неизменность гравитационного поля. Сила тяжести внезапно увеличилась. Корабль курса не менял, от экватора не удалялся. Почему усилилось притяжение? Потому что под морским дном, как и повсюду в земной коре, залегают в перемешку рыхлые породы и более плотные. Разница масс пластов и вызывает изменение силы тяжести. Внезапное изменение земного тяготения особенно интересует геологов. Ведь часто приходится искать залежи полезных ископаемых в таких районах, где нет никаких внешних признаков, залегающих в глубине пород. И первое слово тут гравиметристам. Вы помните, сила притяжения тел зависит от их масс. Поэтому измерить притяжение земли это как бы заглянуть внутрь ее недра. Там, где притяжение усиливается, скрыты какие-то плотные породы с большой массой. Это могут быть металлические руды. Однако на этот раз притяжение слабее обычного. Значит, дают о себе знать легкие пористые пласты. А в них часто скапливается нефть. Гравиметристы помогли открыть огромные запасы нефти на северной реке Ухте, между Волгой и Уралом, в районе Эмбы и на дне Каспийского моря. Богатейшее месторождение железа в Курской области тоже разведали гравиметристы. Так тяготение служит людям.